Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – 4 квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Подготовка к новому сезону. Специалисты предприятия «Зеленстрой» проводят работы в парке «Ореховая роща» и благоустраивают газоны на городских перекрестках. Добро пожаловать и решить проблемные вопросы. Глава города-курорта провел личный прием граждан. Эхо праздника. Учителей школ и преподавателей вузов чествовали в городском театре по случаю профессионального праздника. В минувшие выходные киноцентр «Монитор» в Анапе отметил вторую годовщину со дня открытия кинозала «Аймакс». А сейчас обо всем подробнее. Осенние работы и подготовка к новому сезону. Специалисты предприятия «Зеленстрой» проводят работы в парке «Ореховая роща» и благоустраивают газоны в городе. Подробнее о ходе работы и запланированных результатах расскажем прямо сейчас. Полномерная работа по озеленению и благоустройству Анапы продолжается. Тщательная подготовка парков и скверов к зиме облегчит весенние работы. Орешку, как любовно называют парк Анапчане, в этом году не узнать. Ухоженные аллеи, новые лавочки, фонтан. Парк стал любимым местом отдыха горожан и наших гостей. Осень. Время здесь навести порядок и обновить зеленый наряд. Сотрудники муниципального предприятия «Зеленстрой» ухаживают за цветниками, очищая территорию парка от опавших листьев и веток. Кронирование деревьев, удаление сухостоя и старых сухих ветвей – задача сотрудников «Ремстроя». На этой неделе «Зеленстрой» приступил к благоустройству городских перекрестков. Работа началась весной. Тогда новый газон появился на 25 улицах. Городские власти поручили городской службе завершить начатое. В этом месяце еще на 25 перекрестках будет подготовлена почва к укладке нового рулонного газона. Также будет высажено более 100 шаровидных туй и можжевельников. Новую рабочую неделю глава города Сергей Сергеев начал с приема граждан по личным вопросам. День приема главы в течение двух лет неизменно понедельник. Сергей и Сергей выйдут за помощью в жизни на важных вопросах. Наталья Кондакова выступает в защиту интересов 11 семей, проживающих за станицей Анапской на территории садово-огороднического товарищества «Колос». Объединившиеся вокруг проблемы люди решают вопрос с установкой частной подстанции. Просьба к главе посодействовать согласовании и выделении земельного участка под ПТС. Мы получили в юго-западных сетях техусловия, нам их дали, подписали договор, получили добро на ТУ на совместный подвес. То есть, чтобы не ставить свои столбы, мы будем ставить их на столбы, вешать торсаду на столбы юго-западных электросетей. Нам написали последнее письмо 25 сентября, в котором они в конце это пишут, что ждут предложения органов местного самоуправления. Устно они нам пояснили, что органы местного самоуправления пусть несут предложение, мы его рассмотрим, какой будет ответ, положительный или отрицательный, мы сообщим. То есть, смысл в том, что мы подготовили все. Это, поймите, ни одного дня, ни двух дней каприз. Это вот мы работали над этим почти год. Сергей Сергеев пояснил заявительнице. Ход вопросу уже дан. Администрация направила соответствующее письмо представителям СОД «Колос». Осталось дождаться ответа. Препятствий к установке подстанции быть не должно. Часто главе города-курорта идут те, кто не согласен с решением суда по тому или иному вопросу. Виктор Кузнецов считает, служители Фемиды несправедливо отказали ему в признании пострадавшим от стихии несколько лет назад. Выход в такой ситуации только один – обжаловать решение, объяснили заявителю. Многие вопросы касаются социальной сферы. Как подчеркивает Сергей Сергеев, на их решение идет львиная доля расходов муниципального бюджета. И все дополнительные доходы также направляют на то, чтобы сделать жизнь анапчан комфортнее. Быть учителем – это больше, чем просто передавать знания детям. Настоящий учитель дает возможность своим воспитанникам реализовать способности и проявить талант. Учит учиться. Именно таких педагогов мы вспоминаем всю жизнь с благодарностью. В городском театре прошел праздничный концерт, посвященный Дню Учителя. Как чествовали лучших представителей профессии? Смотрите далее в сюжете. Педагоги младших классов, преподаватели средней школы, высших учебных заведений, колледжей, воспитателей детских садов всех объединил и собрал в зале городского театра почетный праздник День Учителя. В этот день педагогов вызывали к доске. Но не отвечать в выученный урок, а получать дипломы и цветы. За верность профессии, за победу в национальном проекте, в номинациях учительница «Первая моя», «Волшебная сила искусства» и других. На большом экране показали видеосюжеты об удивительных людях в профессии. Алла Ильенко, 54 года, помогает детям постичь математические азы. Анатолий Кислухин воспитывает настоящих патриотов. А общий стаж педагогической династии Чиликиди уже 225 лет. Дипломы педагогам вручали депутаты совета, руководители учебных заведений, почетные граждане курорта. Праздник был добрый, праздник был светлый. Мне выпала честь вручать дипломы учителям начальных классов. Для меня это было очень почетно. С особой теплотой поздравили педагогов, глава Анапы Сергей Сергеев и председатель совета Леонид Кочетов. Я хочу вам пожелать в этот праздничный день, чтобы родители ваших учеников были вам благодарны за наш труд и всегда помогали школе. Ученики становились такими людьми, которыми бы вы могли гордиться и говорить, вот этого человека учил я, учила я. Все до единого имеют отношение к учительской профессии. С праздником вас всего самого самого. Улыбки и слезы радости вызывали трогательные номера творческих коллективов и юных солистов. Был прекрасный концерт. Звучали славу, теплые, добрые слова в адрес учителей. Прекрасно выступали дети, порадовали абсолютно все. Праздник удался на славу. Праздник, конечно же, оставляет глубокий след и самые приятные впечатления о них. Во-первых, это праздник не только для души, праздник общения со своими коллегами. Теплый, искренний. Чувствовалось только заботы. Хочется, чтобы это все осталось надолго и вдохновляло нас на труды. Воздушные шары, цветы, добрые слова, позитивное настроение и благодарность за труд унес бы каждый учитель. И к другим темам. В киноцентре на Красной площади началась неделя кино в Аймакс. В минувшие выходные киноцентр «Монитор» в Анапе отметил вторую годовщину со дня открытия кинозала. В день рождения Аймакс выступили творческие коллективы города. Прошло торжественное награждение по различным номинациям. Победителям акции вручили призы. У центрального входа торгово-развлекательного центра «Красная площадь» развернулся грандиозный праздник, посвященный неделе кино Аймакс. С 4 по 8 октября в киноцентре на Красной площади зрители смогут увидеть лучшие премьеры 2014 года в формате Аймакс 3D. Она постала первым курортом на Черноморском побережье России, где открылся кинозал с экраном 10 на 20 метров, который оценили все любители качественной картинки. На празднике выступил музыкальный ансамбль «Дикси Лэнд», ансамбль «Барабанщиц», танцевально-спортивный клуб «Сити Джаз». Для гостей мероприятия ведущий провел тематическую викторину. Каждому правильно ответившему на вопрос – подарок. Мы очень хотим, чтобы анапчане знали, что они имеют необыкновенную возможность смотреть кино в формате Аймакс. На самом деле кинотеатр наш молодой, нам всего два года, поэтому очень хочется, чтобы люди знали о возможностях нашего киноцентра. Мы счастливы, что у нас есть наши постоянные партнеры, есть зрители, которые часто ходят в кино, и, наконец, есть дети, которые любят киноцентр по-настоящему. В номинации «Лучший зритель» выиграл Тимофей Серый, который за год посетил киноцентр 107 раз. Каждый месяц по 8-10 сеансов. Лучшие СМИ – сайт «Анапа.Мама». В номинации «Преданный партнер» – группа компании «АМГ Групп». Также наградили маленьких победителей акций в школу по приколу. Дети рисовали любимых героев из детских фильмов. Диплом за первое место и годовой запас канцелярских товаров получил Дима Григоренко. Я нарисовал только одного коробяку. Было не очень так и сложно, так старался. Хорошо очень получилось. Киноцентр на Красной площади в данный момент проводит еще одну акцию «Я люблю Аймакс». Победитель получит супер-приз. Билет на концерт лучшеру группы 2014 года по версии премии Муз-ТВ «Звери». В завершении праздничной программы всех зрителей пригласили на киносеанс в киноцентр в сопровождении барабанщиц. И в продолжение темы. После праздника всех желающих пригласили в кинозал «Аймакс» на спецпоказ фильма «Остров лемуров Мадагаскар». Параллельно в кафе «Раймонд» руководство киноцентра на Красной площади в Анапе провело тематический круглый стол с представителями городских СМИ. Гостей киноцентра встретил танцевально-спортивный клуб «Сити Джаз» с танцем «Африка», после чего все отправились на показ документального фильма. Директор киноцентра на Красной площади Татьяна Трошевич рассказала представителям СМИ о планах, идеях и мечтах на будущий год. У нас в киноцентре есть мечта. Мы хотим создать свой киноклуб. Я думаю, в этом году у нас будет для этого и время, и возможности такие, чтобы не только свое навязывать зрителям, но и чтобы знать какую-то потребность. Дипломом в номинации «Лучший блогер» наградили самого активного обозревателя кино в Анапе Сергея Левина. Сергей пишет статьи о фильмах на порталах юга.ру и анап.инфо, везет микроблоги в соцсетях. Неделя кино в Аймакс порадует гостей развлекательными программами, тематическими фотосессиями. Маленьких зрителей ждут шоу мыльных пузырей и сладкие угощения. Всех желающих приглашают на предпримерный показ фильма «Дракула» в формате Аймакс, который состоится 8 октября в 19 часов. И еще информация о внимании православных христиан. 7 и 8 октября в Новороссийске пройдут праздничные мероприятия, посвященные 700-летию преподобного Сергия Радонежского. 8 октября состоится крестный ход. Православных верующих приглашают принять участие в торжествах. И это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Партнеры выхода прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов, тайной медной горы и магазин текстиля для дома премиум класса «Махровый рай». Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин тайной медной горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин тайной медной горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Алые паруса, цветущая сакура, летний сад и миллион алых роз. Возможно ли это все сразу? Да, если вы в магазине «Махровый рай». Белье для сна и дома – приходи, выбирай. Это все «Махровый рай». Теперь по новому адресу. Торговый центр Рио, улица Горького, 18. Напротив стадиона «Спартак». Во вторник, 7 октября, в Анапе солнечно и ясно. Температура воздуха днем плюс 14-16, ночью 10 градусов тепла. Ветер северо-восточный 11 метров в секунду. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 14 градусов. Далее блок полезной информации от партнеров программы. Производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Випарт» в торговом центре «Алиса». Здесь знают, что будет актуально в новом сезоне. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – четвертый квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин